Есть у нас еще немножко времени, почему-то в чате очень маленькая активность, хотя 60 человек смотрят и никто ничего не пишет. Не, ну, Е3, да, Влад играет эти Е3-Б3 периодически всех обыгрывают тоже. Это он Хикаро посмотрел, да? Не, ну, он даже в классику так играл с кем. В классику он, кстати, не так сидел, в классику он 2670, по-моему. Нам бы вот в наш стрим Джабаву какого-нибудь рапорта. Не, ну, мы, по-моему, может быть довольны, что Артем его поймали. Вот он действительно очень сильный Блицор. То есть он ТОП-10 в мире и он... Нет, хорошо же. Ну так вот нельзя же в Блиц играть, или в Блиц все можно играть. Я вообще не знаю. Мне очень это нравится. Такой может потеряться в итоге. Может. Но пешка аж побьешь и все. Тяжелый смысл. А тем их не слабее Джабава. Нет, я... Я думаю, что Джабава, безусловно не слабее Джабава, но сильнее Джабава. Джабава очень изобретательный. Ну да, но по стилю. Джабава веселее. Джабава очень изобретательный. Я в смысле не того, что сильнее он или слабее, а Джабава очень веселый. Так, ну нам уже на мат в один напалил фид. Да, тем их решил, что пора уже к детскому мату поступать. Как-то в предыдущей партии не очень вышли. Вообще, я очень, ну, сильно впечатлен Джабавой конкретно. Ферзь С8 грозит. Что делать? Ферзь С5? Вот этот молодец. Не, на самом деле Джабава очень креативный шахматист. Вот нам таких нужно в группе побольше. Таких парней отчаянных. А чего кого-то спаивать тебе не нужно в группе? Ну и Гарри Кимович, конечно. Конечно. Гарри Кимович, конечно. Как без Гарри Кимовича? Если бы Гарри Кимович был в группе, извини меня, у нас бы уже все бы бегали. Смотрели ролики Гарри Кимовича. Ну ты еще, мало того, что в группе он еще очень бы на ролике нам писал. Конечно. Я даже боюсь себе представить, сколько это стоит. Не, ну у нас есть свой Гарри Кимович, Олег Саламаха. Ну вот свой Гарри Кимович, своего Гарри Кимовича мы можем позволить, а по настоящему, боюсь, не потянем. Интересно, сколько на туре это стоит? Ты как думаешь? Не знаю, я пытаюсь понять как не загнуть сразу, если честно пока. А, Евгений и Новиков пишут, что опять дровишки. О, ладно. Нет, дровишки тут надо. Да-да, все такие жесткие. Такие вот, я просто из тополя дровишки. Сейчас какой-то шаг я получу просто, какой-то шаг от коня я получу и это все развалится. Почему куда-то на Ф-8, наверное, лучше? Ладью отдать. Ага, понял. Ладью. Ну, бей, бей, обязательно бей. И вторую включай. Бей, бей, бей! И вторую включай. Вот он сейчас сам включит, если ты не включит. Не могу сказать, что там это включение куда-то особо. Вперед, вперед королем нужно. А как конь-то будет играть во сегодня партии? В идеальных чем на E6 перестань. Вот у него есть клетка. Он, хах-ха-ха. Терунг должен ждать 2 не боится как-то вообще. А почему он не боится ладжа 2? 1 Д1 это конечно талантливый был у них стопы там накинево там может что-нибудь произойдет как по вашему по какой причине Каспаров пошел в политику слишком много энергии у человека она буквально разрывает его горячий, но еще везде успешно не могу скачать, но очень успешно в политике безотносительно правильные взгляды или нет мы сейчас не будем спорить на эту тему возможно правильные кстати, но он успешен в политике типа там мат будет или что? стоп фон f4 а лоджерсен что-то у нас хорошо должно быть во все-таки молодец c2 можно пойти уже да, но на пешке не пройдет сама а не, подожди, почему не пройдет? пройдет все пройдет ну опять было что-то выиграло абсолютно а3 да сейчас ну слушай он успел стабилизироваться чуть-чуть сейчас должна пешка пройти король король туда подтягиваться должен 20 секунд, я думаю что я заметил он тоже грозит шах да успеем не знаю на чем этот шар был в надежде на крыльт 4 я могу взять снах тетила и пешку потом взять это проще раз прошел ну и собственно пахнет матом надо сдаться вообще да будет играть владик ну на блиц можно играть конечно ну тут уже нечего играть вообще-то 2-2 отлично отлично а